Всем привет, друзья! Сегодня у нас вторая серия песни о Красном Ниле, где у нас будет горячий красавчик Аман. Я не знаю, какие там еще будут фавориты, мы с вами их посмотрим, но во всяком случае мне уже интересно. Интересно, как там будут развиваться события, героине мне нравится и вообще атмосфера там прикольная. В общем, давайте посмотрим. Самое главное, какой путь мы выберем, а не романта или не романта. В общем, пишите в комментариях, какой вы выбираете путь, какой вам интереснее и можно ли все-таки как-то и там и там, знаете, успевать. Если вы хотите поддержать канал, пожалуйста, все ссылочки внизу в описании к видео. Теперь поехали. Маленькое дело выливается в большую проблему. Некромантия — это искусство работы и взаимодействия с мертвыми, а не романтия — это взаимодействие с живыми через сны. Глава 2. Темная ночь. Внимание в данной главе поднимается тема нахиле и расправа над человеком. Пожалуйста, читайте дальше с осторожностью. Ну все, как мы любим в клубе романтики, собственно говоря. Ничего нового. Эва присела рядом с телом спящей девушки. У тебя есть немного времени, Евтида. Если кто-то увидит нас выходящими из дома поздней ночью, неизбежно возникнут вопросы. Поняла. Наставник вышел и встал рядом со входом в погреб. Хозяин сел в общей комнате, чтобы не потревожить уединение Эвы. Она вновь взглянула на Азанет. Попробовала понять, чем девушка живет, чего боится, о чем мечтала, кого любила. В этом есть что-то личное. Человек не убил ее. Избил, а после бросил прямо на улице. Эва сняла маску и склонилась над Азанет, приблизившись к ее лицу. Месть не случайность. Она прикоснулась своим лбом к лбу девушки, прикрыв глаза. Возникло тепло, которое неосязаемой волной окатило Эву. В смешении чувств и самые яркие черты характера отразились на лице спящей девушки. Вся жизнь, все существо Азанет, объединенные в Ка. Эвтида нырнула в море ее души, глубокая, темная, полная неизведанных уголков и мыслей. Ка так называли душ в древнем Египте, ментальный двойник человека. Чтобы попасть в чужой сон или вызвать чью-то душу, необходимо наладить контакт, прочувствовать человека. В этом Эва и была лучше всех. Она умела понимать людей, смотрела в суть, а не шарила по поверхности. Чтобы добраться до Ка, ей понадобилось 4 минуты. Эва отстранилась. Она вновь надела маску, чтобы наполнить ее собранным теплом души. И в этот момент потерялась на несколько секунд. Эва осмотрелась. Ты попала в сон Азанет. Она была в той же хижине, где лежала спящая Азанет, однако во сне дом выглядел светлее и чище. Первым делом стоило найти Азанет или осмотреть дом. Не знаю, осмотреть, наверное. Маленькие детали расскажут мне больше о хозяйке сна, однако они не расскажут, что с ней произошло, а я здесь именно за этим. Раздался звонкий женский смех. Эва обернулась и увидела хозяина и его дочь. Не гневайся, сделаю как положено. Так не болтай, а делай. Азанет сияла, подобно яркой звезде на ночном небе. А этим небом был хмурый и немногословный отец. Лучезарная улыбка дочери не умоляла его суровости. Если увижу, что спуталась с ним, обоих убью. А... Азанет махнула рукой. Не спутаюсь, злой он, мне такие не по нраву. Он запрещает ей быть с кем-то вместе, но она выглядит счастливой, не так будто собралась ему перечить. Эва сделала несколько вкратчивых шагов к Азанет. Что-то щелкнуло под ногами, хозяйка сна обернулась и увидела ее. Доброго дня, путница! Во сне любой абсурд кажется нормальным. Ее не смущает, что я, незнакомка, нахожусь у них дома. Доброго дня! Эва не боялась стоять перед ней без маски, а Азанет не вспомнит ее лица, когда проснется. Что я могу для тебя сделать? Будь мила, скажи... Какое твое последнее воспоминание, может быть? Наверное, воспоминание какое. Мое? Заковыристый вопрос. Кажется, темный переулок. Еще? Азанет вдруг покачала головой. Боль в голове, страх. Кажется, я умерла. Уголки ее губ медленно поползли вниз. Свет в доме поблек, будто солнечный взор бога Ра заволокло темной пеленой. Она боится, атмосфера сновидений из-за этого меняется. Нет, ты жива, Азанет, не бойся. Да? Доброе известие. Пока ты не появилась, я и не помнила об этом. Что же со мной случилось? Что я могу для тебя сделать? Будь мила, скажи... Ты была влюблена? Эва перевела взгляд на хозяина, который внимательно смотрел на них. Наверняка разозлится, если Азанет упомянет того, кого он не жалует. Это могло бы стать подсказкой. Нет, не была. Не была? Эва ждала другого ответа. У меня много тех, кто проявляет внимание, а вот мое не так уж просто получить. Это многое меняет. Что я могу для тебя сделать? Будь мила, скажи, какие у тебя отношения с отцом. Он недобро сощурил глаза. Не запугивай, я знаю, каким мягким ты можешь быть в горе. Хорошие, я его очень люблю. Выражение лица старика смягчилось, но он ничего не ответил. Отец суров, но у меня никого больше нет. Отпадает в качестве подозреваемого. Что я могу для тебя сделать? Да ничего, все, вопросы закончились. Ни в кого не влюблена. Отец добр, хоть и суров, но кто-то все же с ней расправился. Интересно, кто? Может, я ошиблась, и это паршивая случайность? Присядешь, выпьешь с нами пиво, путница. А Занетт посмотрела куда-то за спину Эви. Она тут же отвернулась, спешно склонившись над кувшином с напитком. Обернувшись, Эфтида заметила нечто странное. Дом был светлым и чистым, с приятной аурой спокойствия. А у входной двери сгущалась вязкая, ледяная, липкая тьма. Точно живая, она не подпускала к себе, а Занетт, стерегла дверь. Ага, что-то значит там за дверью. Возле отца девушке было хорошо, но чем дальше от него и чем ближе к выходу, тем холоднее и тяжелее была атмосфера. В доме ей комфортно и спокойно, но двери улицы внушают ей ужас. А Занетт, как часто ты покидаешь дом? Редко? Нет, отчего же, каждый день выхожу. Но без надобности к двери не подходишь, так? Раньше я любила гулять, бегать по делам, к друзьям, а сейчас меня там ждет недруг. Ага. Отец туже оживился, резко ударив по столу. И думать забудь. Ага. Я не собираюсь, отец, не почину мне с ним водиться. Чтобы я отдала единственную кровиночку в нищие злые руки. Девушка вся сжалась, покачав головой. Знаю, папочка, я все знаю, не подойду. Так, недруг. А Занетт не хочет за него замуж, но он все равно стережет ее. Отец категорически против. Ну, видимо, он ее и как бы это. Ты боишься того человека за 17 алмазов? Твой недруг, А Занетт, кто он такой? Никто, просто сосед. Выращивает животных на убой. Разделывает мясо в храм Тота, поставляет. Когда звал замуж, приговаривал, мол, никогда голодной не останусь. Мясник и дочь жреца. До чего нелепый союз. Не только в состоянии дела. Он озлобленный человек. Не отдам ему свою дочь. Эва посмотрела на девушку, ища подтверждение слов хозяина. Он что-то тебе сделал? А Занетт вздохнула, засмотревшись куда-то в одну точку. Неуверенно покачала головой. Нет, не знаю, не помню. Но он так смотрит на меня. Бесчеловечно, по-звериному. Будто хочет владеть мною, не любить. Но я запамятовала все. Эва удивилась. Ситуация нравилась ей все меньше и меньше. Она не помнит событий, связанных с ее соседом. А Занетт буквально вытесняет его прочь из своей головы. Сон, обитель души и мысли человека. Если она не хочет видеть его здесь и даже не помнит, тому есть веская причина. Да, потому что, скорее всего, он ее избил. Вот и ответ на вопрос. Она отвергает его всеми возможными способами и выглядит напуганной. Сосед угрожал тебе? Нет, но обещал, что не отдаст никому. Однако из его уст и этого достаточно, чтобы испугаться. Ты узнала причину страха, Занетт. Эва повернулась к двери и, вероятно, чернота шла не от самой улицы, а от конкретного дома. Но надо выйти, проверить. От места, где живет сосед. Эва поднялась и решительно направилась к выходу. А Занетт должна указать на конкретного человека. Сама я ничего не найду. Куда ты? Я? Собираюсь найти нам я в сту... Я в кипиву. Нет, я хочу найти источник тьмы. Видишь, у двери, чтобы тебе жилось спокойнее. А Занетт вскинула брови так, будто видела свой дом впервые. Пока ты не показала, я не замечала ее. Еще бы ты же спишь. Встань бы, я тут на голове голая, тебе и это странным не покажется. Дом – твое отражение, Занетт. Оглянись, по углам скопился мрак, он отягощает твой ука, высасывает силы. Не разберемся с этим, даже двадцать перьев не смогут перевесить твое сердце на весах Осириса. Не видать загробной жизни тебе. Откуда ты все это знаешь? Жрица ли? Нет, кое-что похуже. Но таким, как я, самое то, вашу человеческую тьму почищать. Выходи из дома, помоги мне, Азанетт. Азанетт послушалась, покорно направившись к двери. Во взгляде промелькнуло недоверие. Она вдруг замерла на пороге, внимательно посмотрев на Эву. Ага. Все вокруг вновь начало блекнуть. Я поняла, кто ты такая, непутница. Ты черномаг. Шезму, да? Отец рассказывал о вас. Я не помню, как здесь оказалось. Не знаю, кто ты такая, но почему-то отвечаю тебе. Это значит лишь одно. Ты выполняешь заказ, как некромант. Я мертва. Ты жива? Господи, да мы же уже сказали, ты жива. Ты жива. Стой, стой, тише, не бойся. Ты права, я черномаг, но ты не умерла. И давайте расскажем ей обо всем. Пока что. Кое-кто бесчеловечно расправился с тобой, и твой отец заплатил мне, чтобы я нашла виновника. Сейчас ты спишь, а я здесь в роли Айна и Романта. Понятно, одной ногой уже на западном берегу. Умираю. Не думай так, ты можешь выжить. Но для этого, Азанет, помоги мне сейчас. Девушка замялась. Впервые разговариваю с Шезму. Не могу поверить, что ты в моих сновидениях. Немедли, пожалуйста. Я не могу долго здесь находиться. Покажи, кто виновен, и я все решу. Вы готовы что угодно сказать, лишь бы забрать свои деньги? Да блин, Азанет, у нас время ограничено во сне. Нельзя находиться долгое время. Пожалуйста, давай, детка. При чем здесь деньги? Твой отец жрец. Я уважаю тех, кто несет службу при храме бога Тота. Он был вежлив и добр, и его сердце разбито из-за тебя. И я хочу помочь. Мне горестно видеть, как столь уважаемый человек не может вершить благо из-за тоски по тебе. Чернота, окутавшая сон, съест твою Кай и не оставит даже кусочка. Либо покончим с бедой, либо скоро простишься с разумом. Решайся. Азанет не ответила, направившись вслед за темным шлейфом. Медленно, словно на собственную казнь. Раз все так, наверное. Наверное, это отсюда. Кажется, последний раз я была здесь, перед тем, как... Добравшись до угла, она вдруг застыла и отчаянно замотала головой. Перед тем, как... Нет, нет! Она вцепилась в волосы, воспоминания возвращались к ней. Нет, 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 нет! В чем дело? Эва подбежала ближе. Вон он, источник всех ужасов Азанет. Весь мрак, что клубился у двери, вязко тянулся именно к этой хижине. Здесь он становился гуще, тяжелее. Осязаемый и ледяной, окутавший всю землю и дом. Черный, грязный, внушающий тревогу и панику. Даже Эви стала некомфортно рядом с этим строением. Не пойду, он там! Он желает мне зла! Азанет попятилась обратно. Этот дом здесь подловил меня и пистатамон. В тот момент я разговаривала с... Проклятье! Ха-хако! Азанет резко дернулась, услышав имя. Знаешь его? Слыхала, добряк каких поискать. Потешаешься надо мной! Она стала невольно жаться ближе к Эви, будто желала поскорее убраться отсюда. Мирный сон превратился в кошмар. Он и есть причина твоих бед и страхов. Временно! Как выйду замуж, мой возлюбленный отстоит меня! Небось, додумалась об этом и соседу сказать. Сказала! А потом ничего не помню. Вот, теперь все становится понятно. Обещал же, что она никому не достанется. И сдержал, да? И слов на ветер не бросал. Эва поняла, что ей пора покидать сон, а Занет ответ был найден. Я не помню, что он мне сделал, но это было что-то страшное, болезненное. Кажется, это его я видела в последний раз перед тем, как... Из дома вышла жуткая деформированная фигура. Не то человек, не то змея. Она была уродлива под стать гадкой натуре. Слушайте, да это рептилоид просто. Ну, ребят, ну... Вот сто процентов, ну, просто как бы рептилия. Он идет! Идет за мной! Отшатнувшись, она обхватила себя руками. Кстати, что-то по вайбу атмосфера похожа немножко на Кали, да? Зов тьмы тоже какие-то тени мрачные там, все дела. На ее лице одна за другой стали появляться жуткие раны. Она вспоминает, что он с ней сделал и куда бил. Ака выглядит пугающе, словно чудовище. Таким Азанет его видит. Красавица Азанет! Нет нужных в твоей красоте, если она не для меня. Вот скотина, ребят, вот сволочь просто. Подойди ближе! Ближе, я сказал! Я тогда не закончил, ты еще слишком хороша. Они будут смотреть! Ты ведь этого хочешь, да? Блин. Ну это, конечно, вообще... Просто мерзкий, гадкий уродец. Ака становился страшнее с каждой секунды, теряя человеческий облик. Как змея-поп, который каждую ночь стремился уничтожить мир, так и Ака стремился избавиться от Азанет в ее кошмаре. Я узнала, что хотела, можно уходить. Даже если он нападет на нее сейчас, это всего лишь сон. Или... Или давайте ему просто нападаем. С другой стороны, она в абсолютной панике. Я не знаю, как это повлияет на ее выздоровление. Ей придется проживать этот миг снова и снова. И Эва решила отбить Азанет и наказать Ака. Давайте, давайте! 17 алмазов на это не жалко, ребят. Можно было и больше, потому что этому козлу должно достаться. Она стала озираться, прикидывая, что взять в руки. В углу забора валялась грязная палка с острым наконечником, какую используют, чтобы разрыхлить землю для посевов. Эва подхватила ее, подобно гарпуну. Я Шезму, наш покровитель Сет, богов войны и смерти. Мне не страшно запачкать руки в крови такого нелюди, как ты. Пойди прочь! Ты даже во сне не получишь ее. Ака зарычал. Его разозлили ее слова. Эва расставила ноги пошире, чтобы быть устойчивее. Лихо размахнулась и швырнула палку четко в змеиный силуэт Ака. Умри! Он стал слишком большим, чтобы у него был хотя бы один шанс увернуться. Азанет так и сидела, дрожа и изнывая от боли. Острие прошло насквозь, заставив Ака взрыветь. В жизни Ака был простым и трусливым бедняком. Все, на что он был способен, это угрожать животным и нападать на беззащитных девушек. Но страх Азанет превратил его в настоящее чудовище и олицетворение зла в ее сне. Пока он ревел от боли, я выпихнула девушку в плечо и рявкнула. Беги же домой, там отец, помнишь? Он спасет, ступай! А мы тут будем мочить Ака. Азанет несколько раз моргнула и поднялась и побежала. И мне пора уходить, я узнала все, что хотела. Пока Азанет была рядом, эта часть сна существовала в ее голове, и Ака представляла опасность для Эвы. Ты сейчас заплатишь за это! Ах, дурак. Отвлечь и убежать или высмеять его? Да, давайте отвлечем. Сначала поймай свою Азанет, она помчалась в город за еписатом и отрядом. Тебе конец, если она доберется вовремя? Ака обернулся на проулок, ведущий к большой улице. Все вокруг стало блекнуть и исчезать, перед глазами возникла пелена. Я возвращаюсь, Сазанет покончена. Ну вот, мы молодцы. Ты покинула сон Азанет. А можно было не покинуть? Вот тут есть какой-то другой игровой вариант. Ты долго, прошло полчаса. Наставник оказался совсем близко, помогая Эве подняться на ноги. Она не до конца отошла от сна. Это было самое неприятное в иной романтии. Первое время ты дезориентирован и не осознаешь, где находишься. Я ненавижу. Да нет, я привыкла к этому. Мне такие тонкости даже нравятся. Каждому нужно найти свой подход, и топорная работа ничего не даст. Есть в этом нечто созидательное, будто я поэт или музыкант. Только мое ремесло не арфы или флейты, а сны людей и их страхи. Все узнала? Да. Не по плану пошло? Азанет дергалась во сне. Ну, как сказать. На их голоса пришел хозяин. Как же он отличался от того, каким его помнила Азанет. В ее сне он был сильным, мужественным, немного жестким, но во всем этом крылись отцовская любовь и защита. Сейчас же он выглядел измученным, подавленным. Состояние дочери заставляло его умирать внутри, следом за ней. Как она? Что делала? Что сказала? Кто виновник? Деньги вперед или посмотреть на Рэма? Наверное, на Рэма посмотреть. Не хочется так в лицо бросать ему, что я жду оплату? Пусть наставник скажет. Ну, как бы. Рэм поймал ее взгляд и сказал спокойно. Оплату вперед, старик. А что стариком-то сразу называть? Он еще мужчина, как бы, относительно нечеток. Да, верно. Он отсыпал монеты, а Рэма убрал их в специальный карман накидки. Пока Шезму не касаются своей маски, это просто пластина, как и накидка обычной лохмотья. Так было сделано, чтобы черномаг в любой момент мог избавиться от своих вещей и не попасть с охотником. И лишь по тайному карману, куда Шезму прячут деньги, можно понять, что человек имеет отношение к черной магии. Говори. Ваш сосед Ака. Старик переменился в лице, от грусти не осталось и следа. Этот паршивец? Он метнулся к двери так быстро, насколько ему позволял его почтенный возраст. Наставник пытался перехватить хозяина у выхода, но не успел. Ну все, ему сейчас достанется, как следует и в реальности. Так и надо. Рэмао и Эва нагнали его у самого дома Ако. Куда? Привлечешь внимание? Что скажешь ему? Черномаги нашептали? А что мне еще остается? Этот зверь, он... Он мое Азанет. Ты не можешь впутывать в это нас. Если тыкнешь ему, что Шезму водился, накликаешь беду не только на себя. А ему все с рук сойдет. Фараонские охотники по всему Гермополю гуляют. Они не будут разбираться, кто виноват. Подходит тебе такое, господин? Хозяин смирил Эву взглядом. По голосу слышу, молоденькая. Оболтаешь так, будто полвека прожила. В Черномаги не от хорошей жизни идут. Что же мне остается? А Канелю тебе этот безнаказанным ходить будет? Я защитила Азанет от него во сне, а реальность уже не... Изменишь. Защитила? Она очень боится его, поэтому в ее сне он пытался нападать на нее снова и снова. Я пресекла это. Бедное мое дитя, спасибо, спасибо тебе. Не беспокойся, есть много способов заставить его заплатить. Хозяин будет относиться к тебе хорошо в будущем, спасибо. Они не остались незамеченными, в доме загорелся свет, Ака выскочила, держа в руке свечу. Что за болтовня перед моим? Незримый бог. Ака увидел двух черномагов и соседовых компании. Так незримый, так египтяне называли бога Ра. Сначала перепугался с просонью, а затем все стало складываться в его голове. Вы, вы чего здесь забыли? Охотники совсем рядом, вот сегодня видел. Пошли прочь, и ты пошел. Бадруй, ты чего это с ними? Хозяин не стал сдерживаться. Закрой рот свой паршивый, клянусь всем, что имею, заплатишь за деяние. Рамао дернул Леву за рукав, подавая знак, что пора бежать. Ситуация выходила из-под контроля и могла привлечь уйму внимания. Они бесшумно разошлись в стороны, спрятавшись в темноте улицы, затем быстро воссоединились уже на другой. То есть они оставили этого... этих товарищей одних? Что там происходит? Затаившись, они начали перешептываться. Старик не может пережить горе. Он все оплатил? Можем уйти? Все, но мне неспокойно. Эпистад видел наши лица. Если старика схватят и выяснят, что он брал помощь Шезму, сам не признается. Сосед расскажет. Если старика Бадру казнят, он не разболтает о том, что сделал Ака с его дочерью. Ты хочешь вернуться? Боюсь. Дело надо закончить как следует. А ты лучше иди. Но я хочу с тобой. Что мне делать, если в будущем случится нечто подобное? Рымао кивнул. Черные глаза слились с прорезями маски. Пожалуй. Будь тихой. Они вернулись к дому Ака. Первую минуту старались остаться незамеченными, вдруг какие-то соседи уже вышли. Но те продолжали ссориться, не обращая внимания. Я все знаю. Это ты, зверье, Азанет мою изувечил. Надо заставить их умолкнуть и быстро все решить. Эва настороженно обернулась, а затем вышла из тени. Раз заказ мой, то и вопрос решить нужно мне. Запугать виновника, замолкнуть оба или молчать. Да замолкнуть оба. Иначе перебьют всех. Этого добиваетесь. Ни один цел не останется. Тебя в первую очередь. Козлина, блин. Ака злобно зашипел. Я? Да я и пальцем ее не трогал. С чего решил, будто я некромантов этих паршивых привел? Лучше бы Азанет достойно похоронила, а не дурью маялся. Эва и Рмау задумчиво переглянулись. Если же ты не при делах, с чего решил, будто она умерла? Потому что старательно пытался добить ее. Я права? Дуришь меня! Эва ухмыльнулась. Ты сказал ей, что если она не выйдет замуж за тебя, то не достанется никому. Мы получили признание, кстати. Первый раз вижу таких требовательных мясников. В храме этому не обрадуются. Что ты ей сказал? Да никогда! Никогда! Я, она, я не всерьез! Глаза хозяина налились кровью. Ака попятился к двери. Он понимал, что может рассказать все охотникам, но лишь завтра. А сейчас, в эту секунду, ему грозит расправа. Расправа от отца, который горевал над дочерью при смерти. Который любил ее так сильно, что отдал бы свою жизнь взамен. Или забрал чужую. Не жить тебе, скотина! Господин Бодро, это ошибка. Не обременяй сердце. Если тебя обвинят в убийстве, кто позаботится об Азанет? Рымао холодно и равнодушно заметил. Пора окончать с представлением, пока нет зрителей. Не вмешиваться или Ака заплатит? Ребят, ну конечно, Ака заплатит. Он должен заплатить. Рымао дернула его на себя и зашипел. Забываешься. Эва зло зыркнула на наставника через прорези маски. На секунду показалось, будто сам бог сет оскалился. Ну, ребят, извините. Мы не кровожадные, просто серьезные. Если мужчина бьет девушку не за то, что она там сделала, не знаю, что-то ужасное. Не знаю, может она его избила. И он вот... Нет! Он просто ее решил избить, чтобы она никому не досталась. Ну, он же... Он кота хотел избить. Ну, вы понимаете? То есть это не тот человек, который изменится, который прозреет, такой помедитирует и скажет, Да, все будет хорошо. Ну, скорее всего, у него уже все, душа темная. Тем более, мы видели, что он рептилоид. Так что, ладно. Ему ведь все равно не жить. Вру разве? Не берись судить. Тебе это на том свете не зачтется. Такой, как он, не заслужил вообще никакой жизни. Что слышу? Жалость? Мы деньги получили. Чего еще не хватает? Паскудный он. Это Ака животинку побить хотел. Из-за него мы на охотника наткнулись. А видел бы ты, какой Азанет во сне была. Если и проснется, то разум и лишится. Все углы в ее сне заполнены страхом. Пока Рэм и Эва шептались, мужчины решили все сделать сами. Бадру кинулся к Ака, чтобы повалить его с ног. Но тот успел схватить палку с земли и ударить старика по голове. О, хозяину прилично досталось. Он рухнул на четвереньки. Ака решил, что это его шанс бежать. Хм. Он недостоин жить. Надо как-то избавиться от него. Наверное, да. Иначе убежит сейчас и всем будет плохо. Лучше скорее поймать, а с расправой определитесь позже. Рэмао был согласен не торопиться. Он не любил спешных решений и лишней жестокости. Сбежать от него не было никаких шансов. Рэмао хитростью расправится с Ака. У этого будут последствия. Рэмао был выше и сильнее, чем Ака. Он ловко прихватил беглеца и в пару движений уложил на землю. Пусти, пусти, паршивый черномаг! К этому моменту Бадру оклемался и доковылял до Рэмао. Эва впервые видела, что... Нечто подобное происходило на заказе. Обычно все шло намного проще и более предсказуемо. Уходи, давай, быстро! А как же ты? Я здесь разберусь и все закончу, а ты только мешаться будешь. Избавься от одежды и ступай в храм, чтобы через минуту тебя здесь не было. Вот, возьми свою часть. Наставник протянул Эве ее деньги, а затем потерял к ней всякий интерес, заговорив с Бадру. Ты действительно собираешься покончить с ним? Рэмао не ответил. Эва была растеряна. Вот она, жестокость Шезму, о которой все говорили. Вот черная сторона их работы. Но это не жестокость Шезму. Они же не просто так на человека напали. Он реально псих. Тем более он животных на убой выращивает. То есть он такой, в принципе, жестокий человек. Она слышала об этом ранее, но никогда не видела. И теперь это вызывало отвращение. Мы ведь не во сне, а в реальности. Рэмао убьет человека своими же руками. Эва сделала несколько шагов назад, затем повернулась и испуганно скрылась в ночной темноте. Не, ну я, конечно, против насилия. Но, с другой стороны, ребят, если человек вообще не исправляется, совсем никак, то есть он продолжает, продолжает. В нем только одна агрессия и темнота. Ну, в нем же нет духовности. Ну, как бы, может быть, его надо было бы в тюрьму тогда засунуть. Ну, не знаю. Эва вошла в их общую езде и комнату, когда та уже спала. Прокралась к постели, без задних ног свалилась на кровать и закуталась в светлые простыни. Признаться, Ифтида была не слишком впечатлена влиянием, которое оказывала Македонская империя на Египет после вторжения несколько лет назад. Однако мягкие кровати, подушки и хлопковые простыни, привезенные оттуда, не относились к списку ее недовольств. Она боялась, что после всего увиденного не уснет. И еще сильнее боялась второго сновидения, где Анубису вновь будет твердить о чем-то. В голове крутились весь прошедший день и сегодняшняя ночь. Синяки на коже Азанет, тепло ее души и холод ее страхов. Покончил ли Ремау со всем? Слышал ли их кто-то? Эва погрязла в мыслях, воспоминаниях. Они тяжким грузом легли на ее веки, и вскоре она уснула. По утру ее разбудила Дия, жаждущая подробностей. Она предложила пройти по рынку перед началом занятий и прикупить чего-нибудь, раз Эва заработала денег. Основную часть она откладывала, наученная нищетой детства. У Эвы была потребность всегда иметь деньги про запас. И чем больше, тем лучше. Ну, кстати, мудрая девочка, че сказать. Однако тратиться на себя тоже любила, потому согласилась. В одной из первых палаток нашлось нечто заинтересовавшее девушек. Ой, какие платья, ребят. Голубое платье, че у нас тут даже простое, красиво выглядит. Фио... Вау! Вау, ребят. Ну, конечно, фиолетовое платье. Она просто как королева прям. Шикарная. Деньги остались. Может, еще одно платье? Нет, спасибо. Затем Дея предложила Эве разобраться с волосами, ведь она едва ли причесала их после сна. Для такого дела местная торговка выложила лучшие украшения. Пока выкладывала свое добро, обменивалась новостями с другой покупательницей. Спасибо за эту информацию. Ежели так, то их, как крыс, всех переловят. Ну и ерунда, откуда столько шума? Ну, надрал отец парню уши за дочь свою, что удивительного. Умирает она, а виновник кто? Вот и подрались. Ой, даже если у тебя на глазах все произойдет, до последнего верить в свое будешь. Нагрянут охотники, все решат и узнаем, кто прав. Дают ремониты, что обычное бытовое дело. О чем сетуют? О вчерашнем, что ли? Не отвлекайся. Спасибо. Так, волосы на одну сторону, на две стороны. Ой, длинные с челкой. Давайте длинные с челкой. Она вся прям у нас такая, вся вот мохнатая, пушистая. Замечательно, как я люблю. Итак, сносно, но кое-что выбивается. Что еще? По глазам видно, что непонятно, где ночью ошивалась. Давай добавим лицу красок. Давай. Яркие краски, простой макияж. Традиционный макияж. Ребят, что-то традиционный макияж делает ее какой-то уставшей женщиной. Ну прям реально она какая-то уставшая. Давайте яркие краски. Ох, потратились мы, но зато выглядит красиво. Не могу понять, идет или нет. Да идет, все отлично. Попутно разговорились. Эва поведала, что была ночью, избегая момента судьбой Ака. Видимо, с Дии разговорились. Что-то я пролистнула. Дурно. Не нравится мне, что Эпистад прямо в переулке тебя подловил. Его нюх. Да нет там нюха, он за обычную проститутку меня принял. Потешаешься? Не слышала, о чем торговка говорила? Слышала. Видно уж, весь Гермополь об этом судачит. Многие обсуждали шум и ночную суматоху на пересечении этих улиц. А кто-то даже описывал лужу крови на входе в дом местного мужчины. Лучше об итовой ерунде, чем о вторжении. Ты ранила Ака во сне, ему стало плохо в реальности. Ну, ребят, ну, плохих таких вот, ну, вот, которые издеваются, мне кажется, наказывать как-то надо. Ну, потому что, ну, блин, так нельзя делать. Он же не просто там, ну, как-то постебался над девушкой, он же ее избил, избил до такого состояния. Ну, ребят, ну, это как бы, это ненормально. Уже голова от этой болтовни болит. С тех пор, как Македонский совершил вторжение в Египет, многое внутри страны изменилось. Начиная с мелочей, привезенных и введенных в бытовой обиход, и заканчивая глобальными, законами. Кто-то был согласен и рад, кто-то отвергал все новое. Эва, совершенно далекая от политики, этим не интересовалась, но оно неизменно добиралось до нее, где бы то ни было. Зря ты так, оно ведь всех нас касается. Но своротить-то не получится. Вон, уже коснулась. Наши предки без страха занимались магией. А мы? Завязался другой разговор. Так прошло несколько дней. Эва уже и думать забыла про охотников, ба, друака и несчастную Азанет. У нее даже почти получилось выкинуть из головы приснившегося бога. И жизнь наладилась. Все, прошли игру. Эва! Рядом возник лучший друг Исман. Чему ты так рад? Исман закинул руку ей на плечо и ответил. Не слышала. Сегодня охотники посещают наш храм. Чего ради? Ищут лекарей на службу. Скоро уезжают фивы. Эва пригляделась, затем нахмурилась. Узнаю этот взгляд. Неужели и ты следом собрался? Хотелось бы. Целыми днями старикам суставы вправлять, да слюнявым детям животы мазями натирать. Уныло. А эпицентр смерти не уныло? Смотреть на проклятых и больных людей, умирающих на глазах, наверняка веселее. Опять заладила. Ну будь ты добрее. Добрее к чему? К твоему желанию ехать туда, откуда бежать надо? Я не дитя. Мне нужна эта практика. Если Верховный Эпистад заметит мой труд, может я в Мемфис поеду. Лечить людей фараона представь, как престижно. А если его самого? Мне нужно расти и учиться, Эва. Там, где неспокойно, работы много. Но он, конечно, прав. Хотя, блин, ребят, если бы где-то бушевала сильная зараза, ну неужели вы бы хотели туда прям поехать и рисковать своей жизнью? Давайте вспомним 20-й год. Ты как медики, вот молодцы, конечно, реально. Рискуя собой, постоянно помогали людям. Ну, им за это в любом случае воздалось что-то. Вот. И, конечно, как можно расти, если ты делаешь одно и то же. И какова же вероятность не вернуться оттуда живым? Эва неумело прятала свой страх за друга под маской недовольства. Эми, со мной все будет хорошо. Он прижал ее к боку чуть крепче. Эми. Только Исман мог называть ее так, соединив первое имя со вторым, секретным. Второго или третьего имени у египтян не ведал никто, кроме матери и ее ребенка. Ведь, зная его целиком, можно возуметь над человеком власть. Наслать на него беду или проклясть. Когда родители Исмана взяли его к себе, они с Исманом стали друг другу ближе всех. Как старший брат, он вытаскивал ее из самых разных передряг. В одну из ночей, будучи еще совсем маленьким мальчишкой и девчонкой, они назвали друг друга свои полные имена и с тех пор словно проднились. Ну да, такое имя духовное, особенно никому особо называть-то нельзя, чтобы ничего не случилось. Ну не духовное имя, а вот как... Ну короче, не знаю, вы в курсе или нет, вот когда батюшка тебе говорит, что вот твое второе имя вот такое. Все. Например, Маргаритка. Да? Маргаритку никому не называть. Мать велела молчать. Но ведь если можно наслать беду, то и добро тоже. Эва сидела на полу, насупившись этого вспоминания. Местные мальчишки нападали ей за длинный язык и дерзость, но Исман вовремя нашел ее и помог. Среди них он имел особый авторитет, а потому пригрозил, чтобы эту противную, тощую и языкастую девчонку никто не трогал. Дивный ты. Я бы и не подумала о таком. Можно проклясть и ладно. А ты о том, чтобы наслать добро, думаешь? Посмотри на себя, ты ж точно лягушка. Эва быстро начала расти. Для своих лет у нее были слишком длинные руки и ноги. При этом веса ей не хватало, Исман в шутку звал ее лягушкой. Позже она вырастет высокую девушку, на чью фигуру будут засматриваться все те, кто дразнил ее ранее. И прилетать уже будет им от названного старшего брата. Вижу тебя и жалость берет. Как тут о добре не думать? Раздражаешь. Ты наивный. Это обернется тебе злом. Смотри-ка, а ты все о плохом думаешь. Мы две сандали пара. Я назову тебе свое полное имя, а ты мне свое. Буду просить богов о твоем благополучии, чтобы они берегли тебя. А ты проси о том, чтобы они берегли меня. Исман по-отечески погладила его по голове, заглянув в сердитые и яркие глаза. Его целью было просто успокоить ее, но он понятия не имел, как много для нее значились слова. Словно дикая кошка, она впервые доверилась протянутой человеческой руке. И вдруг сделала то, чего не делала давно, с того момента, как ее бросила мать. Улыбнулась. Ладно, уговорил. Так и быть, попрошу незримого бога, чтобы помог тебе немного помнить. И перестать быть таким добрым ко всем, кроме меня. Исман рассмеялся. Евтида закрыла бы грудью Исмана от копья, и он сделал бы для нее то же самое. Именно поэтому ее так злило, что самый близкий человек Риана рвался в гусю скверных событий. Ты делаешь это назло? Тебя всегда раздражало, что я пошла в шезму? Вечно просишь меня быть осмотрительной и злишься, что всякий заказ может обернуться бедой. Решил свести меня с ума в отместку? Исман устал и вздохнул. Уймись, я там буду не один. У меня, кстати, появился новый друг. Вернее, подруга. Красивая, грациозная. Я таких еще не встречал. Что за восторги? Тебе одобрение мое нужно? Такой, как она, не требуется твое согласие. Ну надо же, какая! Да, кошка эта! Забрела в наше крыло храма, теперь поселилась там. И что же животинкой делать будешь, если уедешь? Тебе оставлю. Придумал, как складно-то. Нет уж, сам за ней приглядывай. И не уезжай никуда. Они завернули в трапезную, где Эва хотела найти сокурсников и вместе пойти на занятия. В зале их встретили Дея и Реймис, которые о чем-то тревожно перешептывались. Завидев Исмана, Дея быстро смолкла и отвела взгляд в сторону. Реймс позвал к себе друзей. Видели их? Кого? Охотников? Кого же еще? Я слышал, что они должны были посетить наш храм, но не знал когда. Прямо сейчас, и не Абактуа. Эпистат. Ну, да. Эва устроилась на другую сторону трапезной, куда по одному вошли охотники, разглядывая зал. Ребята, вот просто объясните. Вот если бы Эпистатом был какой-то уродливый, старый, вонючий, дряхлый, отвратительный, весь в шрамах и язвах мужик, ну, было бы немножко иначе все. Его бы реально ненавидели, боялись. А тут при слове Эпистат сразу возникает улыбка, потому что, блин, это как стриптизер из какого-то элитного ночного клуба, который такой... Детка, чего ты хочешь сегодня? Ну, блин, я не знаю, он мне кажется прикольным. Она резко отвернулась, скрывая свое лицо. Реймс шепнул ей прямо на ухо, коснувшись талии. Что с тобой, Эфтида, не как засмущалась? Замолчи, тебе весело? Куда подевалась песь? Готовится прилететь тебе в лицо. Эй, по-твоему, зачем я подошел к тебе и прикрыл? Так поступают друзья. Хочешь укрыть от Эпистата, правильно? Наконец ты говоришь прямо и не пытаешься соревноваться со мной. Откуда ты знаешь, что он видел мое лицо? Дея, настоящая болтушка. Так и знала. Хорошо, что я не рассказала ей обо всем, что случилось. Судьба Ака должна остаться в секрете. Хватит так себе вести, я же хочу как лучше. Не ты ли пытался обскакать от меня в первый день нашего знакомства? Ты так рьяно взялась за изучение некромантии, что я почувствовала в тебе конкурентку. Кто же знал, что ты так и не определишься с направлением спустя столько времени? Эва раздраженно отстранилась, дернув плечом. Что б тебе. Эва хотела повернуться к друзьям что-то сказать, но они подозрительно разом замолкли. Сделав шаг в их сторону, она едва не напоролась на Амона. Ну я не могу, ну как можно всерьез воспринимать его как угрозу? Ну блин, он выглядит как просто, ты да, богически прекрасно. Ну очень красивый чувак. Его еще так нарисовали прям, что у него белесые волосы, ресницы, брови, глаза красивые, тело накачанное. Ну блин, ну просто слюни текут, понимаешь? Вот просто сидишь и слюни подбираешь, потому что настолько он прекрасен. Но Эва тоже не промах, конечно. Ну и к тому, что персонаж должен выглядеть как злодей, но он выглядит просто как человек, с которым постоянно хочется сталкиваться и находиться рядом. Исман встретился с ней взглядом, кивнул, мол, не молчи, скажи что-нибудь. Дурочка, не делай такое лицо. Привет. Ну блин, а что сказать-то? Вот это встреча, чувак. Что привело вас в наши края? Эпистад? Давайте, что привело вас в наши края? Не ожидала увидеть вас здесь. Отойдем? Так сразу? Слушай, ну ты как бы это, ты меня на свидание сначала пригласи. Или это, как раз он хочет пригласить. И так, ну мы последовали за ним, конечно. Раздражать или вызывающе себя вести не надо было. Поэтому мы пошли. Мы пошли за Эпистадом. Когда они отошли, он сразу перешел в дело. Действительно учишься письму. А он заметил на ней дорогие ткани и украшения. Не признал бы сразу. Теперь похоже, что образованное. Плюс одно признание. Стала бы я лгать. Мне нужен твой наставник. А Рэмао? Чем вы были заняты тогда в переулке? А? Это касается обучения. Я не получил ответа. Могу помочь его найти, но сама ничего не скажу. Он чуть склонил голову в сторону, сощурив глаза. Отчего ж? Боишься? Эва дальновидно промолчала, а Амон ухмыльнулся. В прошлый раз болтливее была. У меня мозгов всяко меньше, чем у наставника. Куда мне с Эпистадом умничать? Тогда веди. Перед тем, как покинуть трапезную, Эва оглянулась на друзей и с манжестом показала, что встретит ее позже. Она шла впереди, Амон сзади. Его тяжелые медленные шаги заставляли ее сердце замирать. Да, она кичилась тем, насколько может быть спокойно, но рядом с Амоном, вся уверенность куда-то испарялась. Потому что, блин, когда за тобой идет красивый мужик, ну просто ты идешь и думаешь, Боже, куда мы сейчас пойдем? Хватало ума понимать, что такие игры до добра не доведут. Мне страшно даже, когда он молчит. Зачем быть охотником, если ему впору работать палачом? Ой, ладно, конечно, Эва тут прикидывается. Что страшного просто? Что страшного? Он красивый. Обладать такой странной и жуткой внешностью при подобном характере и ремесле должна быть шутка богов. Жуткой внешностью? Не, серьезно, создатели клуба романтики, вы бы нарисовали Эпистата реально уродом просто, знаете, чтобы у него нос был гигантский, глазки маленькие, там рот какой-нибудь кривой, шрамы на все лицо. И при этом, окей, пускай у него будут светлые волосы, брови и ресницы. Вот тогда можно было сказать, что он обладает жуткой внешностью и какой-то странной харизмой. А тут он суперкрасивый, он просто офигенно красивый чувак. И как бы какая жуткая внешность. То, что он просто смотрит как бы из-под лоби, или то, что он говорит как-то так, или то, что он убивает этих черномагов. Это жуткое, что ли? Не понимаю. Зачем я поспорила с Диейсманом? Хочется о стену головой удариться. Я не думала, что он такой громадный и пугающий. Кажется, стоит мне подумать о какой-нибудь колкости, он меня одной рукой прихлопнет. Я восстановилась недалеко от поворота в другой коридор и указала рукой. Там помещение главного жреца. Рымау в той части. Он главный жрец? Нет, замещает его. Жрец уехал в Фивы. Эпистад посмотрел на девушку, замолчав на несколько секунд. Как зовут тебя? Как зовут тебя, красавчик? Как зовут тебя? Если назовусь, разговоримся. Могу и промолчать. Пусть Рэм сам решает, что выдавать, а что утаивать. А почему назвать свое имя нужно за алмазы? Это типа секрет какой-то? Давайте назовем. А то спросить у наставника звучит так, как будто мы разговаривать не умеем. Эфтида. Аман будто пробовала имя на вкус, произнес задумчиво. Эфтида. Траволечия не изучать собралась. А, еще не решила. Может быть. Дарующая жизнь. Дарующая жизнь. Не зря мать так нарекла. Ну, как бы, если женщина родит ребенка, она, да, она дарует жизнь. Любая, с любым именем. Знал бы ты, моя мать, мое второе имя, военачальник. Не мать меня нарекла. Отец. Раз ты отцовская гордость, зачем шляешься по подворотням? Я уже давно ничья гордость. Всегда сама по себе. И не шлялась, а следовала за наставником. Сирота. Коль родителей нет, кто учиться отправил? А все-то тебе интересно, да? Что, запал уже? Сама пошла. Много ума не надо, чтобы понимать ценность образования. Аман поджал губы и отвел взгляд в сторону. Невозможно было понять, о чем он думал в тот момент. Это заставляло Эву, хорошо чувствующую людей, и почувствовать дискомфорт. Сначала бестолковой беспризорнице показалось. А ты вон какая. Я сразу сказала, что не проститутка. Он едва нахмурился, будто последнее слово резануло ему слух. Может, у тебя был какой-то неудачный опыт? Кстати, у Амана вообще кто-то есть или нет? Потому что, если красивый, видный, статный мужчина на хорошей службе, значит, еще и обеспеченный. Ну, блин, девушки должны за ним толпами ходить. Или у него характер говно, и он не может ни с кем ужиться. Мотнув головой, тихо сказав, это все меняет. Что меняет? Аман запомнил разговор с тобой, такие вещи располагают друг к другу. Не, ну почему в клубе романтики всегда такая шляпа, такая тема? Типа красивый мужик, свободный, то есть красивый, богатый, обеспеченный, типа Владика. Ну ладно, Владик, это отдельная тема. Типа красивый, богатый, обеспеченный всем, чем нужно, на хорошей должности мужик, почему-то свободен. Свободен! Ну как? Просто в современном мире, вы представьте себе мужика красивого, высокого, с офигенным телом, от которого просто слюнки текут у любой девушки, которая имеет глаза и зрение. и он типа один, и никто за ним не бегает, и нет у него желания с кем-то там встречаться. Ну, это почти удивительно. Ладно. Он последний раз посмотрел на его, а затем пошел туда, куда она указала. Она выждала минуту, чтобы Эпистат скрылся из виду и шмыгнула в мужское крыло. До комнаты Исмана оставалось несколько метров, когда ее чуть не сбили с ног. А? Из ниоткуда на Эву выпрыгнула кошка, выгнув спину дугой. Затем она села, взмахнула хвостом и высокомерно посмотрела на девушку. Клянусь, это опять ты. Мяу. Чего забыла в нашем? Ах, я начинаю понимать. Из комнаты вышел осман. Эва ткнула пальцем в кошку. Твоя подружка, да? Красавица такая. И не уходит ведь. Я думал, кошки любят свободу. Перестань кормить и завтра ее уже не будет. Вы похожи. Ну, конечно. Я бы приручил ее. Ты же мне доверилась? Чем дикая кошка хуже? Одному мне точно не управиться. Даже не смотри на меня. Позаботившись о животном здесь, ты позаботишься о благополучии сваяка в загробном мире. Как алчно с твоей стороны. Нет, мне просто нравятся животные. А вот тебя можно уговорить только таким способом. Ты сделал сейчас только хуже. Давай, взгляни на эти глазки. Хитрая хищница быстро сообразила, о чем идет речь. Она подошла к Эве, принялась тереться о ее ногу и ласково заглядывать в глаза. Не прикидывайся. Я не поняла, а что Эве не нравится в кошке? Или Эва просто не любит животных? Ну, кошка же это прикольно. Она же такая мяу-мяу. Мур. Ну, посмотри, как ластится. И хочет понравиться тебе. И ведь понравилась, да? Да, хорошенькая. Но как ты собрался ее приручить? Да никак. Кормить, гладить, дать имя. А дальше решит сама. Ну, ладно уж. Наличие питомца будет значительно влиять на сюжет. Ну, оставить ее 95 алмазов? 95! Ах, расхитительница алмазов просто. Ну, давайте оставим. Ладно. Если пожелает. В конце концов, кошку при себе держать. Это хорошее дело. Может, хотя бы любовь к ней тебя образумит, и в Фиво не поедешь. Давай придумаем имя. Пусть будет... А Фири? Нет. Пусть будет мяу-мяу. Я хотела написать мяу-мяу, но... В общем... Короче, кошку будут звать Мя. В общем, она легла на пол. Мя, красивая. Ей понравилось имя. Да кошке пофиг вообще. Вы с Исманом приручили кошку. Теперь это ваш питомец. Совет да любовь. Мяу. А, кстати, Исман это наш фаворит? Еще один или нет? Мя вытянулась, прозывая погладить ее. В конце коридора раздались два мужских голоса. Эва узнала в Нехамена и Ремау. Ипистад говорил спокойно, размеренно, в тоне Ремау сквозила тревога. Это твой Рем? Пойдем-ка. Эва и Исман решительно двинулись навстречу. Как это понимать? Практика и ничего больше. Будь иначе, я бы первым делом скрылся из города. Не вижу в этом аргумента. Он бывший жрец, а я как временный заместитель нуждался в совете. Девчонка зачем? Сиротана. Стараюсь в поле зрения держать, чтобы не натворила чего. Своими мозгами в храм попала. Редкость. Горько, если вылетит. Наставника и Ипистад заметили молодых людей одновременно, повернули головы к ним. Эва и Исман, что вы забыли здесь? Во взгляде Ремау сверкало недовольство. Он пытался показать, что они здесь совсем не вовремя. Аман лишь мельком посмотрел на Эву, но задержался на Исмане. Не гони их, оба интересуют меня. Интересуют? Ты врач? Учусь на лекаря. Видел твое имя в заявках. Хочешь на практику? В глазах Исмана загорелся интерес. Хочу. Аман чуть вздернул подбородок, смирив взглядом юношу. Коротко кивнул, затем добавил. Нам и писари нужны. Летопись вести. Как с хворью разбираемся. Если перед нами честен наставник, будешь ли ты рад передать в добровольцы их, как сам сказал? Вне сомнений, но в моем сопровождении они еще учатся. Есть и молодые лекари, и писари, и так и поступим. Но этого мало, мне нужны еще люди. Вернусь и обсудим условия, кого возьму. Ну, собственно, Аман нас выбрал. Все. Как бы все понятно, да? Аман коротко попрощался, затем широким шагом покинул коридор храма. После этого воцарелось молчание. Эва встревожно посмотрела на Рымау. Чего он хотел? Пришел допрашивать. Всем известно, что случилось той ночью. Соседи жаловались на крики и споры у дома Ака. Через окно он не разглядели, а выйти побоялись. Зато рассказали всем. И все в городе слышали, как поставщика мяса в храм Тота с бранью обвинили в воровстве. А он, уже изувеченный своего часа, ждал. Даже говорить не мог. Своего часа? Его казнили. Избавляться от него своими руками не было никакого смысла. Действовал тоньше. Охотники вспомнили нас. Ту ночь и связали одну с другим. Епистад пришел расспрашивать. Вокруг да около шезму ходил. Но открыто не обвинял. Спрашивал, чему учу, кем тут работаю, какое у меня прошлое, где нашел всех вас. И ты сказал, что всегда на стороне власти и предложил добровольную службу в подтверждение слов, чтобы доказать чистоту помыслов. Что? Иначе он не оцепился бы и в самом скором времени поймал. Ну, в принципе, они правы. Если ты хочешь что-то скрыть, надо держать это на виду. Ну, либо быть рядом с теми, от кого скрываешься. Класс. Рэм отмахнулся, выглядел при этом разочарованным. Он хотел блефовать, а охотник все обернул в свою пользу. Эпистата Аман сам волен выбирать тех, кто с ним поедет. Не попадайся ему на глаза, если не хотите, чтобы он включил вас в фиванский отряд. Эва со страхом подумала, что ей с высокой вероятностью светит поездка в фивы. Аман прекрасно запомнил ее и даже подозревал. И это все, конец. Ехать туда под крылом охотника. Я шутила, что хочу в фивы. Но то было и не всерьез. Я... Что я буду делать? Как выживать? Помимо охотников была и другая угроза. Хворь. Самое главное, собственно. И все, конец серии, блин. Конец серии, ребят. Да, было интересно. Хочу в следующую серию узнать, что там будет дальше. Ну, у нас один на один. Одна некромантия, одна нейромантия и пять признаний. Ну, мы молодцы вообще. И пока идем по пути хитрости. А дальше будет еще какая-то верность, хаос. В общем, как-то так. Ну что ж, ребята. Если вам понравилась серия, пожалуйста, ставьте лайк. И пишите, как вам вообще внешность нашей героини. Внешность Амона. Насколько вам это нравится, не нравится. И хотите ли вы ветку с Аманом. Или выберем кого-нибудь другого. Может, кто-то уже дальше проходил и знает, что там будет. Что там будет интересного, а? Вот. Ну и, собственно говоря, какое животное вы себе выбирали. Я вот забыла спросить в прошлой серии. Может, кто-то выбрал себе собаку или орла. И мне интересно тоже, как там разворачивается сюжет. Если ты по-другому действуешь. И кто выбирал путь некромантии, тоже скажите. Там меняется от этого сюжет или нет? То есть, ну, типа, если мы выберем один путь, то нам не будут предлагать людей. Людей для их снов. С их снами. Или... Ну, короче, вы меня поняли. Как меняется сюжет, вот это вот мне интересно. Ну и заметили ли вы сходство с Калли, Зов Тьмы? Немножко такое легкое сходство. По вот этим вот мистическим штукам. В целом, интересно, захватывающе, классно. Так что, если нравится, не скупитесь, пожалуйста, на ваши реакции. И спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok